Девушки отдыхают Девушки отдыхают Разобраться в причинах аварии лично решили родители байкера Однако приехав на место происшествия своего сына они не застали Его уже госпитализировали Водитель Лады Гранта, в которую и врезался Мотоциклист от эмоционального шока разговаривает с трудом Рассказывать о происшествии мужчине тяжело Разворачивался, его не увидел Он без света ехал на очень высокой скорости Даже по удару больше ста Только развернулся и удар сзади Судя по всему разворачивался водитель такси через двойную сплошную линию Мотоциклист не ожидал такого маневра После удара, как рассказали очевидцы Он пролетел несколько метров, упав на асфальт По предварительной версии он сломал ногу и получил сильные ушибы Пострадавшему быстро оказали помощь прохожие Ну тут народ был просто Кто-то уже позвонил, уже скорую ждали А он сам как себя, ну, он сразу подавал признаки жизни? Да, он лежал, он шевелился и даже сел Возбираться в причинах аварии и найти виноватого Теперь предстоит сотрудникам автоинспекции Сергей Хайдаров, Константин Бушуев, вызов 112 На улице Челюскина Лада 14 модели, выезжая на дорогу задним ходом, протаранила Ладу Калина Как рассказала водитель последний, мужчина, сидевший в 14-й, был сильно пьян К тому же машину чуть ли не голыми руками пытались остановить его родственники Рамиль Шайдулин с подробностями Сильное опьянение, его даже как бы... Наручники, да, ему даже одели наручники Водитель Лады 14 модели вел себя буйно и успокоился, лишь когда на его запястьях защелкнулись наручники Рассказывает второй участник аварии, автоледи, что управляла Ладой Калина Говорит, 14-я выезжала из двора задним ходом Путь ей пытались преградить родственники водителя Но безуспешно, правда, уехать далеко он так и не смог Проехав задним ходом несколько метров на улице Челюскина, мужчина попал в аварию Я ехала вот отсюда, вот, с перекрестка выезжала сюда, в сторону дома И как бы произошло столкновение Он, ну, я как бы уже остановилась, ему сигналило И он врезался в меня задним ходом Все, потом как бы все вышли Его родственники подошли И, ну, вытащили из машины Владельцем Ладой 14-й модели оказался один из родственников нетрезвого водителя Почему и зачем мужчина решил сесть за руль чужого автомобиля, узнать не удалось Он не стал дожидаться завершения оформления всех документов Ушел домой приходить в себя И теперь водителя может ждать не только административное, но и уголовное наказание Если это был угон Или владелец автомобиля также будет отвечать за передачу машины нетрезвому человеку Ромель Шайдулин, Динара Камалова, Константин Бушуев, Вызов 112 Сегодня в сети появилось видеоизбиение сотрудника ГИБДД 14 июня в 21.45 на перекрестке улиц Химической и Моисеева Экипаж ДПС пытался остановить Ладу 14-й модели Но водитель на требования автоинспекторов не отреагировал После погони возле одного из домов по улице Химическая полицейским удалось остановить машину Однако 20-летний молодой человек, сидевший за рулем при задержании, оказал сопротивление и пытался скрыться Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Оскорбление представителя власти» На водителя составлено несколько административных протоколов В том числе из-за неподчинения законному распоряжению сотрудника полиции Выяснилось, что ранее он был лишен водительских прав за езду в нетрезвом виде На этот раз он отказался от прохождения медицинского освидетельствования Сейчас мужчина отбывает 15 суток административного ареста Очень плавно снесла забор и врезалась в столб Так женщина, управлявшая Рено Сандера, рассказала о моменте аварии, что произошла сегодня днем на улице Декабристов Люди в аварии не пострадали, причинен только материальный ущерб Сергей Хайдаров узнал, что именно женщина считает главной причиной аварии Если бы я ехала на большой скорости, у меня бы сработали подушки, правильно? Участница этой аварии уверяет, что скорость она не превышала Однако ее Рено Сандера не смог остановить даже металлический забор Под силу это оказалось только столбу Женщина во всем винит водителя такси Она рассказала, как мужчина подрезал ее автомобиль, после чего просто уехал, даже не попытавшись остановиться Я резко свернула вправо и попала Одна вы были, да, в машине? Я была одна Испугались? Нет Почему в такой удар забор снесли? Ну я очень плавно въехала Судя по повреждениям автомобиля, удар был очень сильный Несмотря на то, что подушки безопасности так и не сработали, травм женщине удалось избежать Виновной в аварии, вероятно, будет признана она сама Так как столкновения с другим автомобилем не было Ей же, кроме ремонта своего автомобиля, предстоит оплатить и восстановление дорожного ограждения Сергей Хайдаров, Константин Бушуев, Вызов 112 Пожар вспыхнул минувшей ночью на пороховом заводе в Казани Огонь был виден издалека Сообщение о возгорании поступило по системе ГЛОНАСС-112 в 2 часа 45 минут Из горящего здания были эвакуированы 7 человек Пожарные предотвратили распространение огня на всю площадь производственного здания И переход на соседние объекты В Москве были приведены в готовность спасатели с робототехническими комплексами Специалисты Центра по проведению спасательных операций Особого риска «Лидер» и «Авиация МЧС России» На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений происходило горение в одном из отдельно стоящих зданий на территории порохового завода Угрозы для населения Казани нет, ведется мониторинг окружающей среды В 4 часа по московскому времени пожар был локализован на площади 400 квадратных метров В 4 часа 22 минуты ликвидация открытого горения Пострадавших и погибших нет, для ликвидации последствий привлекались 99 человек и 34 единицы техники Это уже третий крупный пожар на заводе в этом году 24 марта во время тушения огня героически погиб пожарный Эдуард Иларионов 18 апреля на пожаре пострадала сотрудница предприятия 21 декабря минувшего года в результате возгорания обрушилось одно из строений на территории завода Тогда один человек погиб и один пострадал А в июне 16-го в результате пожара сильные ожоги получили три работника порохового завода В Казани, в сквере рядом с улицей Комарова, неизвестные подожгли поклонный крест и иконы Точная дата поджога сейчас уточняется Ориентировочно произошло все в течение последних пяти дней Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм» Четыре машины одним ударом В одном из дворов, на улице Шамиля Усманова, дерево рухнуло прямо на припаркованной автомобиле Все произошло вечером, когда во дворе обычно многолюдно, но по счастливому стечению обстоятельств никто не пострадал Повреждения автомобиля оценить было сложно Подобраться к машинам мешала пышная крона, накрывшая весь парковочный карман К ликвидации последствий приступили только сегодня днем Лина Зинатулина с подробностями Ветра не было, ничего не было, не пили деревья Сказать, что все произошло неожиданно, жители ближайших домов не могут Чего-то подобного они ждали И сами, говорят, стараются держаться от деревьев подальше Зеленые насаждения ровесники самих зданий И многие внутри уже почти сгнили Писали, обращались уже, сколько обращались? Много обращались? Куда обращались? У ЖКХ, наш Соседние дворы уже почистили А на что? Как-то никак Вот там соседнее дерево гнилое упало На жалобы, говорят, никто не реагировал И аварийное дерево обошли стороной даже этой весной Когда в округе срезали ветки и убирали старые насаждения Местные жители припоминают еще один случай, произошедший этой зимой Массивные ветви по толстым слоям снега свисли на электропровода Тогда ситуацию исправили аварийные службы Но вот кто и когда подавал письменное заявление о спеле аварийного дерева Никто так и не вспомнил Надеялись, что вопрос можно решить и без бумажной волокиты Соседний дом у нас восьмой Говорят, что вроде бы они даже три года ждали Вот этого, чтобы их повырубали Но я хотела еще обратить внимание Что может быть наконец-то не будем ждать второй трагедии Просто это вот Мы тут ходим с детьми Мы увидели сегодня, что это рухнуло Мы в шоке, честно говоря Это дерево рухнуло в восьмом часу вечера Во дворе в это время обычно многолюдно Но по счастливому стечению обстоятельств рядом с деревом никого не было Ствол рухнул прямо на парковочный карман, где стояли четыре машины 15 минут назад парень поставил Даже пять минут соседка видела Он поставил машину, вышел Представляете, если бы все рухнуло, когда они с детьми садились Как раз мы тут стояли, хруст раздался и бабахнула тут Ждать вызволения своих транспортных средств автогладельцам пришлось долго Распиливать дерево и ликвидировать последствия происшествия Коммунальные службы начали только сегодня днем Одна-то уехала, тут коричневая стояла машина Он смог уехать, а эти три вот они так и стоят под этим Документально происшествие оформили еще накануне Теперь же автовладельцам предстоит оценить повреждения И найти организацию, ответственную за зеленые насаждения в дворе С которой и пытаться взыскать сумму ущерба Лина Зинатульна, Динара Камалова, Константин Бушуев, Вызов 112 Это все, о чем мы успели вам рассказать В студии был Айдар Гумиров, до встречи И не бросайте вызов судьбе, вдруг она его примет